Итак, посмотрим, на что способен веб после того, как мы смогли наконец с браузером совладать и включить полноэкранный режим. Поговорим про готовность наших веб-приложений к оффлайну, ну и попробуем прямо сегодня взять какое-нибудь ваше приложение, не знаю, там рабочий проект, хобби-проект, сайт-проект, и посмотреть, получится ли его сделать оффлайновым, ну буквально на лету, может быть не во время презентации, но чуть позже, но до обеда точно успеем. Меня зовут Максим, я к вам прилетел сегодня ночью из Норвегии, я занимаюсь массой разных вещей, включая организацию подобных конференций и у себя в Скандинавии, и в Самаре. Две важных вещи на этом слайде. Во-первых, всегда буду рад видеть вас спикерами и в Норвегии, и в Дании, и в Самаре на 44 фест в следующем году, и мой твиттер, webmax.ru. Я получаю, наверное, 99% самой классной и свежей информации именно в твиттере и черпаю там идеи для своих докладов, стараюсь ретранслировать все это там же, и сразу после конференции, сразу после, наверное, сессии вопрос-ответ, я закину эту ссылочку, вы уже видели, что мы стримим эти слайды прямо с веба. Туда же. То есть все будет всегда у вас под руками, поэтому можно не фотографировать слайды, вернее, фотографировать, пожалуйста, для красоты, для своего удовольствия, но все ссылочки, весь код будет вам доступен практически сразу. Кода у нас будет совсем чуть-чуть, у нас все-таки утренний доклад, да, будем так больше вдохновляться вебом. Поехали. Начнем вот с таких вот трех заявлений, которые я нашел в одном документе во время подготовки к этому докладу. И, на мой взгляд, все выглядит очень интересно, да, и отражает текущее положение дел в вебе, ну, наверное, на 99%. Это действительно как новая операционная система, как платформа, и уж никто точно не спорит, что JavaScript — это де-факто стандарт для веб-приложений. Вот кто мне может предположить вообще, когда это все было сказано, то есть когда вот эти идеи не то, что уже витали в воздухе, а уже были положены на бумагу во вполне серьезный такой white paper? Ну вот человек, присутствующий на предыдущих версиях доклада, да, конечно, заспойлил. Ребята, 11 лет назад все эти идеи уже были готовы, поэтому давайте посмотрим, как это выглядит на сегодняшний день. Собственно, что нам веб вообще несет в плане платформы, где мы делаем и запускаем приложения? Ну, во-первых, браузеры. Они вообще везде, они вечно зеленые, то есть нам не нужно сейчас заботиться в большинстве случаев, скажем так, про ту или иную версию. Ну и самая классная штука — это вот веб-APIs, особенно те, которые связаны с доступом ко всяким железячным ресурсам наших устройств. Одно удовольствие использовать напрямую из нашего JavaScript без всяких там плагинов, рапперов, чего угодно. Ну, невозможно говорить про веб без нашего любимого или, может быть, нелюбимого языка, да. К JavaScript можно относиться очень-очень-очень по-разному, но отрицать то, что язык крайне разносторонний, можно использовать множество разных подходов для создания приложений, наверное, смысла нет. Если вы по каким-то причинам не любите делать ваше веб-приложение на JavaScript, то прекрасный тулинг поможет вам использовать совершенно другие языки, и все будет для вас на лету перекомпилировано, как мы говорим, транспилировано. Я вчера залез в Википедию, нашел там в списочке 17 языков, на которых можно писать, и которые будут для вас разными компиляторами переделаны JavaScript для запуска, собственно, в браузере. Есть очень странные языки, рекомендую вам посмотреть. Ну и развитие очень консервативное, да, через разные комитеты, множество идей отстреливается, множество идей как-то останавливается в развитии. Все это по одной простой причине. Мы не хотим сломать обратную совместимость. Что у нас есть дальше? Движки, которые наши JavaScript-приложения запускают. Я намеренно сделал гигантский шрифт в этом пункте, потому что, ну, это то, на что мы с вами как разработчики приложений, наверное, не можем влиять сильно, да, на производительный JavaScript-движков. Но зато их разработчики, ну, практически, я думаю, все свободное время посвящают именно, не свободное, а рабочее, конечно, может быть, и свободное, мыслям про то, как сделать это быстрее. То есть они заботятся о нас, и это очень классно. Ну и встроить тот или иной движок можно уже практически в любую железку. И JavaScript-движки встроены и в текстовые редакторы, и в PDF-редакторы, и в разные базы данных, во что угодно. Далее, далее, еще один компонент веб-платформы — CSS и, скажем так, его производные. Тут такой прикол случился, я то... доклад про силу веба, да, но так случилось, что вот мы решили быстренько переграть из моего компьютера на Windows, перекинуть на Mac, то есть я сейчас презентую не своего устройства. И вот ровно на моменте простоты, удобства построения интерфейсов, ну, это все про CSS, да, вот как раз вот этот вот пункт меню отъехал. У него так получилось интерфейс — и. То есть, да, веб, он весь такой interoperable и взаимозаменяемый, но, да, заботу о каких-то маленьких деталях никто не отменял. Ну, да, в целом, видите, я чуть-чуть уменьшил шрифт. В целом у нас есть классные инструменты, да, у нас есть классные модули CSS, и сейчас говорить, что у меня что-то там... Не получилось сделать респонзивный адаптивный дизайн, я разработчик, я не хочу вообще думать про ваши кнопки, но, наверное, уже даже как-то не к месту, да, то есть у нас есть все инструменты для этого. Мы с вами можем заботиться о всем населении земного шара, то есть чтобы людям со всеми возможностями наши интерфейсы были доступны. Ну и уважаемые разработчики open-source библиотек сделали классные продукты для нас. Не будем их сейчас перечислять, но в целом мне очень нравится сегодняшнее состояние дел в плане построения интерфейсов. Ну и, друзья, конечно, большой привет всем нам, сообществу разработчиков. Собственно, последний опрос Такверфлоу показывает, что с приличным отрывом JavaScript, HTML, CSS, эти три столпа веб-платформы лидируют. И очень интересный факт, что по сравнению с прошлым годом чуть-чуть уменьшилось количество людей, говорящих, что они знают JavaScript. Может быть, какие-то люди поняли, да, наверное, я все-таки не знаю JavaScript, чтобы вот сказать, что я его знаю. Ну, JavaScript очень многосторонний, да, разнообразный, и действительно сказать, что я знаю все, наверное, будет не очень честно. Проблемы? Ну, конечно, не без них. И с одной из них, которая связана с историческими причинами, веб был не придуман для запуска в нем приложений, да. Это если мы копнем 30 лет назад, собственно, в этом году мы празднули 30-летие World Wide Web. Это, собственно, была информационная система с гипертекстовыми документами, обмен, скажем так, текстовой информацией, да. И, наверное, тогда Tim Berners-Lee не очень предполагал, до каких высот мы разовьем эту идею. И JavaScript, друзья, был придуман не для создания полноценных приложений, а, скажем так, для, может быть, чуть-чуть интерактивизации элементов на страничке. Наверное, 4-5 лет с момента, как JavaScript появился, в 95-м до 99-го, если я не ошибаюсь, когда появился, собственно, Аякс как концепт, мы в вебе делали вещи вроде вот таких вот на Новый год. Кто занимался в конце 90-х окрасивливанием страничек? Ну, может быть, мы и до сих пор продолжаем это делать. Но сейчас, конечно, JavaScript немножко в другом состоянии, да. Ну, всю свою жизнь веб пытался решить эту проблему, связанную с каким-то неудобствами, а то и невозможностью запуска себя без подключения, да. И HTTP кэш. Ну, наверное, это шутки ради просто, да. То есть старый добрый кэш на уровне протокола HTTP, он вообще не для того, чтобы ваши приложения работали оффлайн. Более того, если по каким-то причинам вы смогли настроить так, что ваше приложение работает оффлайн, используя HTTP кэш, скорее всего, вы сделали что-то не так, и у вас проблемы. Вот был первый такой классический блин комом. Настоящий подход, основанный на веб-стандартах. API называлась AppCash. Но ком получился настолько неудобоваримый и некрасивый, что сейчас этот API уже, собственно, деприкейтед, и, по-моему, уже выпилен даже из большинства браузеров. Браузеров, по-моему, его, кстати, придумал никто иной, как компания Apple. Вот, да. API получилось ужасным и с точки зрения функциональности, и с точки зрения developer experience. В общем, забудем про это. Установка. Тоже были разные подходы. Опять же, шутки ради. Если вы хорошо покопаетесь в меню разных браузеров, вы сможете найти где-нибудь вот этот вот пункт, сохранить страничку в полном варианте. Но он глубоко закопан не просто так, а потому что, скорее всего, вы получите вообще непонятно что. То есть, может быть, там, лет 10 назад этот трюк и сработал бы, но для современных SPA вряд ли. Хороший подход был в Google по созданию Chrome приложений, но не связан с веб-стандартами вообще примерно никак, завязанный на вендора. В общем, не наш вариант. Вот такие вот две вещи для десктопа и мобильных платформ, соответственно, тоже совершенно рабочие, интересные варианты. И множество классных приложений написано с использованием электрона, например. Visual Studio Code, Slack. Все, что вы используете на своих лэптопах, вот из того, что я перечислил, это, в общем-то, веб-сервер, обернутый в достаточно тонкую нативную обернутую. Ну, окей, относительно тонкую. Рабочие, но, опять же, я вас уверяю, когда вы будете разрабатывать, у вас не будет покидать ощущение, что вы разрабатываете какое-то немножко такое костыльное решение. Что, если мы совместим и кэширование, и установку, и все это будет основано на веб-стандартах, на том, что принято разными комитетами, мы не будем выдаваться сейчас, как это все принимается, процесс принятия стандартов, спецификаций. О, ребят, нам не хватит дня, чтобы там разобраться. Но все же, если такой вариант возможен, как есть такой, уже немножко набивший оскомину, маркетинговый термин вот этих вот приложений, как они называются сейчас, кто мне может подсказать? Правильно, правильно. Мы с вами чуть-чуть коснемся темы прогрессивных веб-приложений. Доклад не о них, это не очередной getting started with PWA. Но, говоря про оффлайн, мы не можем их не упомянуть, потому что они нам помогут объяснить концепт. Ну, во-первых, раз уж я написал еще одно определение, да, это не те классические 10 пунктов из Википедии. Я подчеркнул здесь главные вещи. То есть мы используем современные веб-API. Окей, без них никак. Мы хотим радовать наших пользователей. Мы хотим убрать вот это вот огромное расстояние между тем, что умеет веб и что умеет нативный код. Нативный для мобильной платформы или для десктопа. Ну и как бонус мы еще и получаем кросс-платформенность, которая действительно на сегодняшний день, вот она сейчас работает везде, нативно. Не смог подобрать какой-то подходящий термин на русском языке, если кто-то сможет, с удовольствием выслушаю в дискрессионной зоне. Ну, с небольшой звездочкой. Везде, но не все. Собственно, мы как веб-фронт-энд-разработчики, если кто-то видит, вот внизу на слайде написано, что мы знаем, как с этим жить. Мы с этим живем годами. В такой неопределенности, когда мы не знаем, где будет бегать, где будет запускаться наш JavaScript код. В каком браузере, в какой версии браузера, в какой операционной системе, в каком разрешении. Ну, может быть, окей, разрешение, не важно. Но суть в том, что мы умеем применять стратегию прогрессивного улучшения. Собственно, слово «прогрессив» в PWA — это именно про это. Ну, и на самом деле нет какой-то, скажем так, четкой зависимости. Оффлайн-готовность нашего приложения, и оно становится PWA. Или наоборот. Мы запросто сможем сделать прогрессивное приложение, которое формально будет соответствовать всем пунктам из чек-листа. Об этом следующий слайд. Но использовать его офлайн будет, может быть, как-то не суперинтересно, не суперудобно. И мы запросто сможем сделать клевое офлайн-готовое приложение, которое по какому-нибудь формальному пункту, например, там не будет веб-манифеста. Оно не будет устанавливаться, но оно будет работать офлайн. То есть это не будет PWA. Поэтому здесь такое отношение достаточно нечеткое. Ну, и чтобы уж совсем закончить с темой PWA на сегодняшнем докладе, давайте этот чек-лист, собственно, посмотрим. И остановимся мы с вами сегодня на первых двух пунктах, просто потому что третий и четвертый пункты, я думаю, мы и так с вами делаем все приложения согласно этим канонам. Web App Manifest — это про установку. Application Shell — это такой очень формальный пункт офлайн-готовности, говорящий о том, что приложение должно запускаться само, сама оболочка приложения, не больше и не меньше. То есть в своих попытках сделать по-настоящему клевое офлайн-приложение мы пойдем с вами гораздо дальше, чем этот Application Shell. Чтобы быстренько закончить тему с установкой, мы сегодня, наверное, не про это. Вот такой вот слайд, скриншот из всего того же Твиттера. Мой друг Максимилианов Фиртман и мой брат по оружию в исследовании темы прогрессивных веб-приложений, когда он в июне этого года собрал вот такой вот чек-лист, где вы можете установить свое JavaScript-приложение, свое front-end-приложение, как родное, из каких браузеров, для каких операционных систем. Список достаточно классный. Там на самом деле множество еще комментариев со всеми техническими подробностями. Ссылочка у вас будет доступна. Наверное, да, есть смысл поменять мне ссылку с документацией на этот самый Твиттер, потому что там самый сок — это комментарии такие технические, где что нужно подкрутить, чтобы работало. Вот. Давайте с вами поговорим именно про, скажем так, про программную и, наверное, юзер-экспириенс часть оффлайн-готовности. И такой вот чек-лист будем иметь в виду. Само приложение должно быть доступно всегда. Здесь на самом деле почти по всем пунктам, да, наверное, по всем, изобретать даже ничего не надо. У нас есть мобильный… Сейчас достану свой телефон, чтобы его в махать в руке. У нас есть с вами, например, мобильное устройство любой операционной системы, любого производителя, где есть родные нативные приложения. И вот у них как раз все наборы их API, они совершенно готовы к тому, чтобы строить интересный оффлайновый опыт. Ну, правда, однажды установив нативное мобильное приложение, мы даже не задумываемся, подключены мы к сети или нет. Да, оно просто запускается. Все должно быть точно так же в вебе. Если мы что-то с вами потребляем, какие-то данные в процессе работы с приложением, ну, наверное, это происходит в 99% случаев, да, мы с вами скачиваем какие-то там данные, какие-то JSON из каких-то API, явно или неявно. Если уж мы что-то скачали из сети, когда у нас было подключение, да, давайте как-то осмысленно это сохраним. Зачем? Ну, чтобы переиспользовать в дальнейшем. Понятно. То, что мы совершаем оффлайн, когда мы не подключены, все это на самом деле вам любой мобильный разработчик скажет, что то, что нагенерил пользователь, то, что там действие контента, это на вес золота. Все разные там пэкаджи, либо мы можем скачать с интернета в любой момент, да, но вот то, что мы с вами сделали как пользователь, мы это точно не хотим потерять. Ну, и в вебе, конечно же, нужно это все сохранять. Устойчивость к нестабильному подключению тоже. Если мы что-то с вами качали, интернет прервался, у нас случился какой-нибудь Wi-Fi, то, наверное, логично просто дождаться стабильного подключения, чтобы это все возобновилось без каких-то действий с нашей стороны. Мы обновляем приложение и данные в нем. Вот сейчас, пока мы все тут с вами находимся, вы сидите, я стою, у нас в карманах или в руках мобильные устройства, и поверьте мне, они очень активно работают. Мы с вами отдыхаем, ну, для меня выступление — это как отдых. Они работают, они обновляют себя, они что-то там потихоньку подкачивают. Вот Twitter, например, явно сейчас подкачивает какие-нибудь свежие твиты. Если найден баланс между тем, между важностью вот этих вот оффлайновых обновлений в фоне и тем, как они потребляют сеть, батарейку и, в общем, ресурсы, то это приносит настоящие выгоды нам как пользователям. То есть, например, вот сейчас у меня пропадет сеть случайно, а я возьму и почитаю, что мне там в Твиттере написали. Очень удобно. Ну и, конечно, все аппаратные возможности той или иной специфической платформы, мы хотим их использовать по полной, как нативные приложения. То есть, ну, у любого нативного аппа есть доступ практически ко всему. Почему бы не сделать то же самое и для веба, сохранив при этом его душу, его натуру, если хотите. Все доступность, индексируемость, сохранить URL-адресацию, в общем, все-все-все-все плюшки, что у нас есть в вебе, мы хотим их оставить. Ну, давайте, собственно, по этим пунктам так быстренько пробежимся. Оболочка приложения, само приложение. Кто мне может сказать, почему у меня здесь на этом слайде ракушка в виде фона? Да, ребята, это Application Shell. AppShell, Application Shell в разных, скажем так, сферах индустрии программирования означает разные вещи, но вот конкретно применимо к оффлайн-новости, к PWA, это всего лишь, собственно, вот рамочка нашего приложения, наш UI. Мы не говорим о том, какие данные мы в него будем загружать, но вот, по крайней мере, само наше приложение должно быть доступно всегда. Да, поэтому давайте мысленно это спроектируем. Во-первых, мы должны понять, что именно из HTML, JavaScript, CSS нам нужно. Мы должны это все закэшировать. Потом, чтобы оффлайн-новость работала, мы должны это из кэша выдавать. Ну и, конечно же, мы не хотим, чтобы первая версия загружена в нашу приложение работала всегда и только она. Поэтому какое-то управление версиями нам нужно. Ну и за всю эту красоту отвечает API, который называется… Ребят, Service Worker, конечно. Хорошо, что у меня есть такой слайд. 30-секундное интро. Что такое Service Worker? Ну, это JavaScript Code, где, собственно, вся полезная нагрузка обрамлена тем или иным событием. То есть это классический ивент Dreaming Worker. Если мы посмотрим логически, то он такой перехватчик всего и вся. Все исходящие запросы явные и неявные из нашего приложения. Например, про явные, понятно, XML, JavaScript, fetch, неявные, когда у нас что-то в разметке, какая-то картинка, например, встроена, наш логотип. С этими запросами можно делать что угодно. Отправлять их обратно в веб, как есть, и получать запросы, чтобы сделать что-то более интересное. Конечно же, мы будем использовать внутренний кэш в браузерах встроенных. Это не HTTP кэш. Также наш Service Worker может принимать и другие события от, собственно, низлежайшей операционной системы и даже, собственно, из самого интернета. Опять же, еще 20 секунд, наверное, на то, как это можно схематически обрисовать. Очень-очень схематически. Я обещал вас не грузить какими-то огромными количествами кода. Если вы какие-то эксперименты проводили, то вы это все прекрасно знаете. То есть у нас есть событие Install, у нас есть событие Activate, где мы делаем все связанное как раз вот с явным, с очень явной работой с кэшем. И обратите внимание, что я назвал это Handmade Service Worker, то есть тот, который мы пишем ручками. Когда дело приходит, собственно, выгребать из кэша данные, тоже как бы особой магии здесь не видно. У нас есть другое событие Fetch, где мы смотрим, если у нас в кэше этот ответ уже лежит, мы грузим его оттуда, если нет, то идем в сеть. Вроде бы все выглядит очень так тривиально, и вы найдете массу, миллион просто примеров в вебе, разные кодлабы, где там Service Worker за 5 минут и отправляем в продакшн. Только после вот таких экспериментов шутка из этого твита уже не становится шуткой, уже можно не смеяться, а рыдать. И видеть количество лайков и ретвитов подсказывает нам о том, что, ну, обрисованная ситуация, окей, ладно, она немножко утрирована, но легко, легко можно сделать такой Service Worker, что мало не покажется. Хотите списочек того, о чем вам придется позаботиться? Ну, вот, давайте начнем. Еще хотите? Пожалуйста. Может, еще чего-нибудь, о чем-нибудь позаботиться? Пожалуйста. Может, еще? Это неполный список того, о чем нам придется подумать, что нам придется реализовать в Service Worker, в коде Service Worker для того, чтобы, ну, хоть как-то приблизиться к продакшну, но я уже вижу здесь еще пару добавочных пунктов, поэтому вы можете проснуться от ночного звонка от вашего заказчика, от вашего клиента. Я вижу старую версию, что делать? Все пропало, нам нужно срочно покупать новый домен. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я ни в коем случае вас не отговариваю от написания собственного Service Worker. Поверьте мне, вы изучите протокол HTTP, вы изучите этот достаточно обширный API, вы изучите работу с кэш прямо на практике. Я просто говорю, что это будет не сильно просто. Есть ли помощник? И в конце концов я же обещал, что мы прямо сегодня отправим ваше приложение в офлайн. Отправим в офлайн в хорошем смысле, да? Не то, что вы печатаете мой супервебсайт.ру и видите динозавра, хотя ваш сайт там, и такие случаи были, поверьте мне, опять же, из-за таких вот сервис-воркеров. Помощник, ну скажите мне название такой практически стандарта, название библиотеки, которая нам помогает автоматизировать все вещи, связанные с сетью. Правильно, Workbox. Разработан и разрабатывается Google при активной поддержке сообщества. Кроме того, что он помогает нам сделать application shell, он содержит еще кучу-кучу всех интересностей в виде модулей. Теперь следите за руками. Отправляем ваше приложение офлайн. Для этого нам потребуется, собственно, один модуль. Мы с вами говорим про какой-то самый минимальный подход, да? Модуль называется Workbox Build. И, как вы видите, Workbox берет на себя ответственность за примерно все, но он понятия не имеет про то, что ваше приложение себя представляет. Ему нужно помочь. Помочь, определив его, определив чуть-чуть конфигурации. И можем делать это достаточно удобным методом. Вот мы с вами начинаем виртуально писать файлик Workbox Build.js. Это, сразу скажу, не для запуска в браузере, а для запуска в нашей Node 3DM. То есть это Build Script для сервиса Workbox. То есть мы определяем, что, собственно, наше приложение, наш upshell, если быть точным, должен в себе содержать. И, видите, здесь можно достаточно удобно шаблонами все это задавать. Если, например, у нас какие-то имена файлов содержат хэши. То есть здесь все максимально удобно сделано. И дальше мы определяем файлик. Исходный сервис-воркер. И вот тут нам понадобится знание того, что это именно исходный. Мы его должны немножко обогатить знаниями о веб-приложении, основанном, собственно, на этой конфигурации. Сам исходный сервис-воркер, в минимальном варианте, две строчки. Мы с вами сегодня про такой супербыстрый, быстрорастворимый подход. Во-первых, мы можем грузить все это с CDN. Может быть, это не суперудобный для разработки подход, но точно самый быстрый. И за все остальное отвечает вот такой вот магический метод pre-cash and route, собственно, за все оставшиеся три пункта. И единственное, что нам нужно, это, собственно, обогатить вот этот вот метод правильным параметром, где мы подскажем ему, что, собственно, в нашем upshell происходит. Происходит основано на нашей конфигурации, вот то, что мы видели на предыдущем слайде. И, собственно, метод inject-manifest делает такую простую файловую операцию. Он проходит по вот этим вот шаблонам, определенные в конфигурации, определяет список файлов, считает их хэш-суммы. И, как мы видели на предыдущем слайде, давайте еще раз, он, собственно, inject этот JavaScript, или в этом случае JSON-объект в этот метод. И все. Workbox ServiceWorker можно отправлять в production. Ну, не забудьте его, конечно, в вашем приложении зарегистрировать. Мы этот момент пропустим. Он достаточно утилитарный. И, собственно, добавив вот этот вот node-скриптик в общий build-скрипт вашего приложения, мы получаем с вами рабочий upshell. Он настолько стабилен, настолько многофункционален, что мне немножко становится страшно, честно говоря, за отсутствие даже какого-то близкого конкурента Workbox. Но я спокоен только тем фактом, что, несмотря на то, что управляется этот проект гуглерами, это классический open-source. И ваши pull-requests очень и очень и очень там требуются. И по документации, и по тестированию, и по разным плагинам и модулям. Он весь из себя модульный. Поэтому, ребят, Workbox. Можно, как я уже говорил, вот с этими простыми шагами application shell, оффлайн-готовность без проблем. Ну, ладно, это был всего лишь наш первый пункт. Давайте чуть-чуть ускоримся. Наше приложение во время своей работы, во время, точнее, взаимодействия пользователя с нашим приложением, всегда потребляет какие-то данные. Ну, наверное, в 99% случаев. Какие-то API, может, что-то скачивают с CDN. И, конечно же, наверное, будет достаточно умным решением эти данные тоже сохранять, тоже для того, чтобы они были доступны оффлайн. Опять же, пример того же самого Twitter. Он, по крайней мере, в мобильном нативном приложении он отлично показывает твиты, которые он подзагрузил ранее, независимо от того, подключен сейчас или нет. Ну, вот классический такой пример использования. Если мы вернемся к нашему старому доброму Handmade Service Worker. Есть у нас этот самый event fetch. И если мы уходим в такой вручной вариант, то рано или поздно мы либо нагородим целый огород ифов, либо сделаем какой-то свой раутинг. И уж я не говорю даже про то, что нам, собственно, придется имплементировать, реализовать все эти стратегии, все эти разные фоллбеки. Если доступна сеть, то берем ресурс оттуда, кладем его в кэш, выдаем в браузер. Если сеть недоступна, пробуем искать в кэше. В общем, настоящий пинг-понг, достаточно на продвинутом уровне с использованием каких-то тонкостей протокола HTTP. Абсолютно рабочий вариант, но, опять же, займет у вас приличное количество времени. Может быть, пару седых волос добавит, может быть, пару слез вы оброните в процессе тестирования. Но, опять же, вы станете более крутыми разработчиками, поверьте. Если мы сдадимся и скажем Workbox, спасай. Workbox возвращает то, чего хотел добиться вот тот самый API, который назывался апкэш, а именно декларативность. То есть, смотрите, апкэш, одна из причин, почему он не взлетел, может быть, даже главная причина, то, что он был слишком декларативен, мы пытались описать поведение того или иного ресурса оффлайн. Этого недостаточно. Это, может быть, было не очень очевидно с самого начала, когда API проектировался, но кэширование – вещь гораздо более сложная, чем, скажем так, ожидалось разработчиками этой спецификации. Поэтому в сервис-воркере, если мы, опять же, возвращаемся к ручным вариантам, мы очень и очень явно все прописываем. Положить это в кэш, поискать в кэше, что сделать при таком случае, что делать при таком случае. То есть, это не декларативный, это очень императивный подход. Workbox возвращает декларативность для упрощения. Смотрите, мы задаем путь в виде RGXP в данном случае, и задаем стратегию. То есть, все стратегии для нас написаны, весь роутинг для нас написан. Если нам нужна дополнительная гибкость, у нас есть вариант с плагинами. То есть, если нам нужна императивность, если мы все-таки хотим заинжектить наш код туда, чтобы точно все подстроить, у нас есть вариант использования плагинов. То есть, здесь, смотрите, в первом варианте я использовал пример Network First, во втором – Cache First. То есть, на самом деле, стратегий больше. Ну, их как минимум пять уже для вас готовенькие, написаны. И плагинов тоже достаточное количество. И самое главное – возможность написать ваш собственный плагин. Поэтому использовать Workbox, опять же, абсолютно production-ready, стабильный, хорошо протестирован, работает на куче больших и малых сайтов. Двигаемся дальше. Как я уже говорил, все, что пользователь совершает офлайн, для нас на вес золота. Это супердрагоценная штука. У нас есть специальный API для помощи по сохранению всего этого. Называется Background Sync. На самом деле сложно найти API с более сбивающим с толку названием. То есть, Background Sync на самом деле это про одноразовое событие, когда браузер переходит из состояния офлайн в онлайн. Как он это определяет? Остается на совести браузера, может быть, даже на совести операционной системы. Мы, как разработчики, об этом не заботимся. Для нас важно то, что так как это все бегает внутри сервис-воркера, все это работает и при закрытом приложении. То есть, мы закрыли таб, мы закрыли браузер. Если мы что-то там сказали, что что-то должно случиться в этом приложении при переходе из офлайна в онлайн. Ну, грубо говоря, мы сохранили какие-то действия, хотим их автоматически перекинуть, запостить в наш API. Все это произойдет. Ну, единственное техническое ограничение. Браузер может быть закрыт, но не выгружен из памяти. Ну, мы все знаем, что современные браузеры, они пытаются, так скажем, мимикрировать под то, что они якобы выключены, но на самом деле они резиденты в памяти операционной системы. Если мы идем по пути ручной реализации всего этого, у нас есть все инструменты. В главном потоке нашего джаваскрипта, в джаваскрипте нашего приложения нам эти данные нужно сохранить. Тут нам кэш-апи не помощник, он не умеет работать с, например, пост-запросами, поэтому index.db нам в помощь. И регистрируем так называемый синк. Вот я его назвал пост-твит. Это, опять же, если мы вернемся к твиттеру, мы можем твитить офлайн, и как только сеть появится, нативный твиттер все отправит на сервер. Почему бы не достичь того же самого в вебе? И в нашем ручном сервис-воркере мы слушаем ивент синк, и, собственно, по этому тегу делаем какие-то полезные вещи. Что нам тут придется реализовать? Ну, во-первых, нам нужно будет понять, мы отправляем эти данные из нашей, допустим, формы с твитом сразу же в API или вот идем по этому пути. Раз. Нам придется работать с index.db. Не самые, скажем так, интересные API он предоставляет. Ну и, собственно, работать напрямую с API index.db. Это то еще развлечение, поэтому, к счастью, есть масса всяких оберток, упрощающих жизнь. Возможно, нам придется реализовать очередь, потому что, наверное, это будет не один твит, а если у меня много всего происходит, я твитчу, твитчу, твитчу оффлайн. Конечно же, мы это где-то копим, потом мы это отправляем. Можно сделать руками, да. А можно, опять же, обратиться за помощью Workbox. Подход вам уже известен. Чуть-чуть я здесь изменил метод регистрации. Тот же самый RegExp, но другой формат, чтобы вы просто знали, что такое тоже возможно. Указал явно метод, который мы перехватываем вот в этом рауте. Ну и мы уже знаем, что у нас есть система плагинов, плагин, который называется BackgroundSync. Просто даем ему имя, очередь наших твитов, и единственный у него параметр — это сколько мы пытаемся по времени отправлять это в сеть. Как видите, чуть-чуть мы ограничиваем функциональность того, что умеет делать Sync. То есть здесь мы ограничиваем функциональность до просто перепопыток отправить вот этот же самый запрос, если у нас что-то не получилось. Ну, для большинства случаев это работает отлично. То есть плагины работают отлично. Птица Phoenix у меня вот на этой картинке, она говорит о важности восстановления каких-то длительных процессов, в данном случае загрузок, закачек и скачек, при каких-то проблемах с сетью. Мы не хотим делать одно и то же, не знаю, скачивать файл много раз, если у нас в процессе сеть отвалилась, что, в общем-то, абсолютно жизненный случай. Есть у нас еще один API, который называется BackgroundFetch. Вот тут мы уже вступаем на Terra Incognita. Тут нам Workbox не помощник. Пока. Такой модуль еще не написан, но вдруг вот после сегодняшнего нашего мероприятия кто-то вдохновится. Такое абсолютно возможно. Все API, модули, плагины очень хорошо документированы. Что BackgroundFetch нам позволяет делать? То, что позволяет делать браузер. То есть с обычными скачками. Проблема со скачкой обычного ресурса какая? То, что после того, как мы скачали какой-нибудь там MP3, MP4, что-нибудь, этот файл становится частью операционной системы, он не становится частью нашего приложения. Мы хотим его использовать дальше. Если, допустим, мы пишем какой-то, я не знаю, видеосервис. В нашем коде мы можем отслеживать, что происходит с нашей скачкой. Самое интересное, приложение, опять же, может быть закрыто, так как это все магия сервис-воркера. Таб с приложением и, собственно, браузер даже нам не актуальны. Ну и пользователь. Так как мы говорим здесь о каких-то потенциально больших скачках или закачках, конечно же, тут очень важно быть очень прозрачным с нашим пользователем, показать, что можно этот процесс остановить, поставить на паузу или совсем даже сбросить. Как это выглядит с точки зрения кода? Есть у нас, опять же, в нашем основном потоке мы задаем название, мы задаем список ресурсов, мы задаем какое-то человекочитаемое название. Ну, собственно, и все. А дальше опять мы уходим в наш сервис-воркер, слушаем ивент Background Fetch Success. Это один из трех ивентов, доступных в этом API, где мы можем поместить этот свежескачанный ресурс или ресурсы в тот самый кэш-сторедж и пользователя об этом известить. Очень кратко по этому мы пробежались, потому что для вас я некоторое время назад написал статью со всеми подробностями. Ну и как это выглядит? Собственно, точно так же, как выглядит обычная скачка ресурсов, только это все контролируется уже нашим кодом, и скачанный файл помещается не куда-нибудь, а в кэш, он не становится частью операционной системы. Отлично. Очень быстро о вот таком вот подходе. Как я уже говорил, пока мы сидим, наши мобильные приложения обновляются, да, и сами обновляются, и, возможно, подкачивают какие-то данные. Веб тоже так умеет. API называется Periodic Background Sync. И сначала о том, чем этот API не является. Это не шедулер в браузере. Он не работает оффлайн. И даже периодичность мы контролируем только частично. Вы можете сказать, в чем вообще логика. Ну, во-первых, для настоящего крона в браузере у нас есть другой API. Работаем мы только онлайн, потому что, ну, если уж мы говорим про какое-то обновление ресурсов, конечно же, имеет смысл быть подключенным к сети. А как часто это происходит, должен решать браузер. Тут же опять помните, я сказал, что очень важен баланс между полезностью того, что мы можем потенциально сделать, и потреблением ресурсов. Как это выглядит в нашем коде. Опять же, регистрируем некий синк. Тут API частично напоминает тот самый background sync с непонятным названием. Единственный параметр — это минимальное время, которое мы хотим, чтобы происходило между этими обновлениями. И сказать, чтобы задать максимальное время, мы с вами не можем. Браузер решает это сам. Это важно. И браузер решает это на основании, например, подключения. Мы сейчас на сотовой сети или Wi-Fi. На основании жизни батарейки, например, мы подключены к заряднику или нет. Все это на совести браузера. И, собственно, в сервис-воркере у нас есть еще один ивент, периодик, sync, где мы, может быть, выполняем действие. Почему может быть? Потому что тут уже мы сами можем решить, посмотреть, стоит ли вообще тревожить пользователя. Точнее, не пользователя, а его ресурсы. Потому что для пользователя как раз это все будет в фоне. Пользователь это не заметит. Можем сами посмотреть, на какой мы сети. Может быть, у нас data saver включен. И, собственно, есть ли вообще место, если мы хотим что-то подкачать. Для включения всех этих интересных вещей нам придется включить флаг в текущей версии Хрома. Я и намеренно не говорю, где это все работает, где нет, потому что это меняется реально, пока мы с вами говорим. Какие-то из API доступны в Origin Trial, какие-то доступны уже в продакшене. Ну, собственно, все базовые вещи доступны в продакшене, как я уже говорил, работают везде. Background sync одноразовый работает в Chromium. Все, что я перечисляю дальше и еще сейчас будет суперкратко 3 API, это работает в Chrome Origin Trial. Насчет другого API. Я написал развернутый ответ в Stack Overflow. Это один из самых частых вопросов ко мне в Twitter. Почитайте. Еще инструментов хотите? Суперкратко. Доступ к нативной файловой системе прямо из вашего JavaScript кода. Вот эти вот самые классные штуки для engagement, когда мы хотим, чтобы пользователь вернулся в наше приложение, и говорим, пользователь, у тебя 8 непрочитанных сообщений. Тоже доступно. И очень интересно, что, например, первая операционная система, где это стало доступно, это Windows. Это не Android, это не Chrome OS, но вот так вот. Contact Picker. Нативные контакты из наших устройств тоже доступны в JavaScript в виде Origin Trial. Готовы к взлету еще почти сотня новых API. Кто мне скажет название этого проекта? Вот я даже постарался найти вам фотку. Практически невозможное было совпадение. Представляете, вот эта вот рыба готовится к взлету. Ну, фугу, фугу, ребят. Это вот внутри Chromium команда, это назван проект фугу, где вот готовится, может быть, сейчас уже стоили больше этих API, которые вот-вот выйдут в продакшн. И даже мы, разработчики, ненавидим давать какие-то конкретные сроки, да. Но тут, представляете, команда Chromium, примерные сроки вот по выходам хотя бы версии Chromium примерно дали. Ну что, давайте уже резюмировать. Я думаю, я вас убедил, что веб — полноценная платформа. Как минимум базовые механизмы для оффлайн-готовности уже в продакшене, уже сегодня, уже сейчас. Классные штуки типа воркбокса доступны для нас. Но давайте не заигрываться в технологии, давайте думать о том, что нужно действительно нашим пользователям. И вот как этим докладом мы только-только начинаем front-end con 2019, для веба, на самом деле, его светлая эра только-только начинается. Давайте принимать в этом активное участие. Как? А вот вам каналы для обсуждения. Я организовал Slack-команду пару лет назад. Супер популярная, самая большая площадка в мире сейчас для обсуждения PWA. PWA на русском в Telegram-канале. После каждой конференции добавляется очень много классных участников. Там настоящие кипящие дискуссии про вот это и многое-многое другое. Спасибо, друзья. Так, давайте я верну вот на что-то полезное и пойдем. Для тех, кто если вдруг соберется убежать, пока мы здесь, я напомню, что мы вернемся в 11.10. У нас в этот раз побольше перерыва, поэтому учитывайте это при составлении своего расписания. За лучший вопрос мы дадим книжку. Тут вопросов набралось, поэтому тут на самом деле слишком много вопросов. Вот-вот, можно все в Telegram, если что-то не успею ответить. Да, и если что, вы сможете Максима забрать в дискуссионную зону. Ты здесь на пару вопросов уже частично ответил. Что у вас с файловой системой по сравнению с электроном? Ну, я прямо подробное end-to-end сравнение дать не могу. Но вот на слайде вы видели native file system API. Я немножко озадачен, почему это назвали native file system API. Как будто у нас какие-то… Множество каких-то других файловых систем есть. Может быть, были какие-то неудачные попытки с предыдущим неймингом. Ну, в общем, ребят, доступно. То есть сейчас уже вы можете это потестировать в Origin Trial, в Chrome, как это все работает. Есть доступ и на чтение, и на запись. Может быть, поэтому, из-за того, что этот API действительно супермощный, немножко даже пугающий, ну, представьте, из JavaScript какие-нибудь там хакеры начнут писать файлы и изменять файлы в вашей файловой системе напрямую, без всяких там установок. Поэтому ограничения, скажем так, по безопасности там достаточно серьезные, но сбалансированные. То есть чтобы не разрушить developer experience, но сохранить при этом user experience. То есть вот был недавно твит от моих друзей из Германии, которые просто нашли какой-то графический редактор, написанный на электроне, и подменили вызовы файловой системы нативной из электрона на вот это вот native file system API, и оно заработало. То есть это работает сегодня. Это работает не везде. Это работает для нас, для разработчиков, чтобы мы это потрогали. Но все будет. Окей. Тут некоторые вопросы уже были озвучены в процессе докала, типа работа с оффлайном и так далее. Вопрос про BWA, сервис-воркера. Это круто, это молодежно. Реальные кейсы, когда погружение в оффлайн, интересно не только разработчику, но полезно и бизнесу. На скидку. Твиттер. Твиттер для андроида, PWA, очень-очень классная штука. Не знаю, Forbes, Tinder, Pinterest, Uber. Конечно, если мы говорим про какие-то приложения, которые, ну, их природа работает с сетью, наверное, вот чистый оффлайн вам не поможет, но, 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 по крайней мере, само приложение стартует и стартует мгновенно, да, и все, что можно сделать без подключения к сети, можно сделать в вебе сейчас. То есть, я не знаю, графический редактор легко, какой-нибудь текстовый редактор легко, калькуляторы легко, что угодно, если вы хотите полностью отвязать вот именно от оффлайна. Окей. Что с поддержкой старых браузеров? Всего вот этого добра. Прогрессивное улучшение, друзья. То есть, не работает, понятно. Давай еще пару провокационных вопросов. Почему в примерах ты используешь и вейт вне асинг, и как это вообще работает? Провокационный вопрос, да. Ну, это работает. Окей. Здесь есть очень классный вопрос. В двух словах сравнения с PWA. Я, правда, не верен, что это возможно сделать в двух словах. В сравнении чего с чем? Не знаю. В двух словах сравнение с PWA. Плюс и минус. В сравнении оффлайн с PWA, я думаю, я детально дал на слайде. Точный знак равенства мы поставить не можем. Хорошо. Последний вопрос, который я тебе задаю. Самый жесткий фейл, который у тебя был связанный с кэшированием? Ну, классика, когда ты печатаешь мой супервебсайт точка ком и видишь динозаврика, и не знаешь, что с этим делать, и хочешь звонить всем пользователям, и говорить, обновите, пожалуйста, у себя сервис-воркер. Нет, это так не работает. Для этого есть интересные механизмы вроде kill switch. Кстати, это один из пунктов, который я на этом облаке тегов забыл написать. Окей, давай последний. Здесь просто дважды задали. Твое отношение к GraphQL. Я подробно не работал, смотрел миллион докладов. Я скажу так. Смотрите, я немножко думаю, как это все лучше совместить с тем же оффлайновостью и с сервис-воркерами. Пока история не очень складывается, потому что GraphQL по умолчанию все это на основе пост-запросов, а кэширование, как я уже сказал, с пост работает не очень. То есть тут нужны какие-то дополнительные инструменты, индекс-дб, вот эти одноразовые синки. Если все это красиво упаковать, обернуть, то может получиться очень классная штука. Но пока что каких-то интересных библиотек для оффлайновости и сервис-воркеров, связанных с GraphQL, я, к сожалению, не видел. Если вы вдохновитесь после сегодня что-то подобное написать, буду суперсчастлив, держите меня в курсе. А вне контекста PWA, ну да, GraphQL, мне кажется, оно, во-первых, заняло свою нишу очень-очень хорошую и, может быть, уже постепенно из нее выходит. Я не могу сказать, что это какая-то супермассовая технология на данный момент, но нет конференции без доклада по GraphQL. У нас, кстати, будет GraphQL? Вроде будет. Вот, видите. Кто-нибудь использует GraphQL? Давайте узнаем массовость информации. Я не вижу ни одного. Вот вижу Сергея. Две руки. Следующий спикер. Три, четыре. Четыре. Действительно не очень массово. Окей. Остальные вопросы давайте в дискуссионной зоне. Лучший вопрос. Лучший вопрос. Конечно, про асинковый эт. Асинковый эт, отлично. Сейчас, подожди, я найду его. Денджерсон. Я буду говорить ники, потому что здесь нету имя, фамилия. Кто задал вопрос про асинковый, иди сюда. Расскажешь нам, как починить. Для вас, друзья, у меня есть подарки. О, господи. Да, я забыл сказать, что у нас есть логотип PWA. Можете обвинять меня. Я не автор графики, но я автор идеи. Официально это в моем репа. Angular. Ну, я чуть-чуть связан с Angular. Chrome Canary. Тоже достаточно уникальная наклеечка. TypeScript. Ребята, я без подарков не езжу на конференции. Приходите, забирайте. Господи, какой... Ничего не хочу увозить обратно. Давайте скажем спасибо, подождите. Стоп, стоп, стоп. Давайте поаплодируем. Сначала поаплодируем. Отлично.